МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире тема дня с Грекором Амирзаяном. Землетрясение в Западной Армении. Памятник жертвам геноцида в Кёльне не демонтирован. Новости Чавахка. Армянские ученые нашли способ предотвращения образования агрегатов, способствующих болезни Альцгеймера. Аруна – хецкий бог армянского происхождения. Баку разрушил родник-памятник в селе Аганус Кашатакского района. Депутат Национального собрания Западной Армении третьего созыва Грекор Амирзаян сообщает в своем микроблоге. Анкара надеется реализовать проект Зангизурского коридора в 2028 году. Полная информация доступна на нашей YouTube-странице Вестер Армения ТВ. В провинции Малатия в Западной Армении произошло землетрясение магнитудой в 4 балла. Об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийной бедствий. Согласно сообщению ведомства в соцсети X, подземные тачки зарегистрированы 15-10 в районе Батталгази. Очаг землетрясения залегал на глубине 8,76 км. Напомним, что 1 января в городе Мамик-Тунджели на востоке Западной Армении было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,2. Тогда очаг землетрясения залегал на глубине 8,7 км. Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что в немецком городе Кёльн демонтирован памятник жертву геноцида, совершенного против армян. Отмечалось, что памятник был снесен в мере Кёльна под давлением турецких националистов. СМИ ссылались на публикацию немецкого информационного агентства в качестве исходного источника информации. Было отмечено не о демонтаже памятника, а об окончательном решении мэра Кёльна убрать его в будущем. Памятник «Эта боль принадлежит всем», посвященный геноциду, совершенному против армян, был открыт в Кёльне 15 апреля 2018 года инициативой «Помнить киноцид». Памятник был установлен в центральном символическом месте города, рядом со статуей императора Вильгема II, которого также обвиняют в совершении геноцидов. Памятник был установлен без разрешения городских властей Кёльна. Через четыре дня после установки 19 апреля 2018 года памятник был демонтирован по решению муниципалитета. Каждый год в апреле памятник временно устанавливали и демонтировали через несколько недель. В апреле 2023 года инициативной группе удалось при поддержке Совета старейшим центрального района Кёльна получить разрешение муниципалитета на установку памятника сроком на один месяц. Мерия пыталась снести памятник в мае, а затем в июле, когда истек срок действия разрешения. Памятник не был демонтирован благодаря протестам, организованным инициативной группой и сторонниками, и он все еще стоит. Новость о демонтаже памятника опроверг в беседе с журналистами член инициативы «Помнить геноцид» Ильяс Ацпанян, отметив, что памятник останется на своем месте как минимум до весны 2024 года. Уже год памятник стоит на своем месте. Муниципалитет ранее дважды демонтировал памятник в 2018 и 2022 году. Распространяемые фотографии демонтажа были сделаны именно тогда, сообщил Ацпанян. Муниципалитет Кёльна желает создать новый мемориал, чтобы почтить память жертв геносилия, расизма и нарушения прав человека. Инициатива «Помнить геноцид» делает все возможное, чтобы старый памятник продолжал оставаться на своем месте до тех пор, пока не будет построен новый мемориал, что займет годы. В феврале-марте 2024 года должна быть сформирована комиссия, которая определит дальнейшую судьбу мемориала и обсудит проект строительства нового мемориала. Мы настаиваем, что старый не должен быть удален до тех пор, пока не будет построен новый, подчеркнул Ацпанян. Ранее новость о демонтаже опроверг предстоятель армянской епархии Германии епископ Серопе Иссаханян. Фотография, предоставленная Ацпанянам, доказывает, что памятник не был демонтирован. Таким образом, информация о том, что в Кёльне демонтирован памятник, посвященный геноциду, ложная. Соответственно, распространенные фотографии старые. Новости Джавахка 6 января в церкви Сурбхач, верующей армянской апостольской церкви Джавахка, отметили один из главных христианских праздников – рождение и крещение Иисуса Христа. Праздничную литургию отслужил духовный лидер церкви Сурбхач Инерей Нарек Тигранян. После литургии отец Нарек Тигранян совершил обряд освящения воды. В воду добавляют святой Мирон, и вода благословляется молитвой. На ремонт клуба в селе Каджо в Джавахке из местного бюджета было выделено 143 460 лари. Конкурс работ уже состоялся, победил предприниматель Артур Петрусян за 127 780 лари. Работы начнутся в следующем году. Сельский клуб Каджо уже давно находится в аварийном состоянии. Потолок разрушен, на окнах нет стекол, завален мусором. Скамейки покрыты плесенью, стены грязные, штукатурка осыпается от влаги, пол прогнил. Несмотря на это, в деревне есть танцевальный ансамбль, занявший призовые места на конкурсах. Дети тренировались руководителями ансамбля в коридоре клуба, который был отремонтирован несколько лет назад и зимой служил развлекательным центром для жителей деревни. Согласно конкурсу и документации, работы начнутся 15 апреля 2024 года. Работа должна быть выполнена в течение 60 дней. Будет отремонтирована крыша, установлена новая отдельная дверь, установлены новые окна, новые сцены и места для ста зрителей. Джавах уже много лет блистает на спортивной арене. Ярким доказательством этого являются чемпионы Европы и Грузии. Таким образом, мы представляем нашей аудитории спортивные достижения этого года. В 2023 году у Джаваха было 8 чемпионов Грузии и 2 чемпиона Европы. В 2023 году 8 боксеров стали чемпионами Грузии. Кроме этого, наши спортсмены стали чемпионами по кинг-боксингу на различных международных турнирах. У нас есть два действующих чемпиона Европы по боксу. Артюш Гом Тян в весовой категории 60 кг и Гор Айбазян в весовой категории 54 кг. С турнира Батуми наши спортсмены также вернулись с блестящими результатами. В состав национальной сборной Грузии по боксу вошли 8 боксеров. Они примут участие в сборах 2024 года. В следующем году взрослые примут участие в чемпионате Европы и примут участие в двух крупных международных турнирах, чтобы заевать путевку на Олимпийские игры. Наши боксеры также заняли второе и третье место, которые также смогут бороться во время сборов. Если они победят спортсмена, занявши первое место, то они также получат право участвовать в чемпионате Европы и Олимпийских играх. Воспитанники спортивной школы Джаваха также одержали множество побед. В этом году наши спортсмены по вольной борьбе завоевали 43 медали, 25 из которых на международных соревнованиях. Воспитанник спортивной школы Ахакалаки с юношеской Олимпиадой, прошедшей в Бразилии в группе до 15 лет, вернулся на второе почетное место. Футбольная команда Абул также добилась успеха. В чемпионате Грузии команда заняла седьмое место, одержала 8 побед, столько же поражений и 4 ничи. Молодежная футбольная команда заняла третье место в региональном чемпионате Самсхэ Джавахетти. Зафиксировано 6 побед, 5 поражений и 1 ничья. Год был успешным и для наших каратистов они участвовали в различных турнирах. Спортивные команды школы по футболу, волейболу и настольному теннису приняли участие во всеармянских играх. В Институте биохимии имени Рача Бунятияна были исследованы два новых соединения, синтезированных в научно-технологическом центре органической и фармацевтической химии Национальной академии наук Восточной Армении. Как сообщает Национальная академия наук, эти соединения подавляют активность фердментов, которые способствуют развитию болезни Айцгеймера. Как сообщает директор Института биохимии имени Рача Бунятияна Алвард-Антониан, дальнейшие доклинические исследования этих соединений позволят создать на их основе новые препараты для профилактики и лечения болезней Айцгеймера. Аруна – хецкий морской бог, чье имя идентично хецкому слову «море». Неизвестно, носит ли море имя божества или наоборот. Эта загадка связана с армянским разговорным словом «арун», что означает «кровь». PeopleFark.com опубликовал статью, в которой исследуют теорию, пытающуюся вязать армянское слово «арун» с хецким словом «море» и божеством с аналогичным названием. Термин «аруна» на хецком языке означает «море». Лингвисты предполагают, что оно заимствовано из хецкого, учитывая возможность индоевропейской этимологии. С другой стороны, некоторые предполагают хурицкое происхождение, тем более, что культ Аруны был укреплен в юго-восточной части Западной Армении. Основую информацию о существовании Аруны можно подчеркнуть из хурийских текстов, в частности, из песни «Песни моря», найденные в Хатуши, столице Хетов, где описывается его битва с богом Пури Тешубом. Судя по предоставленным азербайджановедам Варсик Симонян снимкам, Баку уничтожил памятник Хачкар в воздвигнутой местечке под названием Тутуджур в населенном пункте Агануско-Шатакского района. Памятник был установлен в память о Тигране Абрамяне и его друзьях, погибших на Амарском перевале. До азербайджанской оккупации памятник не был поврежден, а в центре и рядом с памятниками были установлены два Хачкара. С проявлением азербайджанского вандализма мы сталкиваемся в городе Мартакер, где был разрушен памятник Хачкар на улице Даниэла Варужана, увековечивающего память Артура Гвабаяна и Гарика Мнацаканяна. Важно подчеркнуть. Международный суд подтвердил, что действующие на оккупированных территориях закона, в том числе положение о защите культурных ценностей, запрещается уничтожение любого наследия. Важно отметить, что избрание Хачкаров мишенью является особо запрещенным действием и считается тяжким преступлением против всего человечества. Поскольку искусство армянских Хачкаров, символика и мастерство Хачкаров с 2010 года включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и считается общечеловеческой ценностью. Это означает, что искусство изготовления Хачкара имеет исключительно всеобъемлемую еще универсальную ценность и находится под дополнительной международной защитой и также представляет большой интерес мировой культурной сокровищнице. Тем не менее, Азербайджан продолжает свою антикультурную, антигуманную и антицивилизованную политику на государственном уровне. И в завершении новостей послушаем песню «Бенгер» в исполнении «Гаррика» и «Соны». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok